итак мое лечение простуды вообще такого гриппозного состояния заключается я вчера голодал сегодня голодаю я заметил если пошли сопли чихаешь то еда только добавляет их поэтому чтобы оборвать соплеобразующийся процесс просто-напросто не надо им поставлять материал пища особо не будет перевариваться и как правило образуется какой-то слизистый субстрат который и будет выделяться через носоглотку поэтому знаю эту особенность я перестал есть стал поменьше пить даже как захочется по желанию не то что я там мучаюсь я жаждой и вот нос работает нормально то есть нет этих выделений голова так сказать немножечко так это подшумливает не болит так сказать подшумливает что касается тела то у нас сейчас на вторые сутки голода ходит такое 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 приятное расслабление то есть возникает какое-то балдежное такое состояние вот надо чтоб голова восстановилась вот это надо почувствовать что голова восстановилась то есть она так сказать не то что кружится как бы сказать вот просто я ее чувствую сопли не образуется а из тела исчезает что касается моего лечения простуды там скорее всего простуда с гриппом наверно не не но на в 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 и Продолжение следует... Мамка на диете. Дочка, на. Вандализм. Влечение простуды. У меня было следующее. Полтора суток голодания. Далее легенькое питание. На первые же сутки я принял прогревающую ванну. Хорошенько прогрелся, поспал. Благодаря тому, что начал голодать, был оборван процесс выделения соплей, который изматывает человека слизи. Ну, сейчас что сказать. То есть я вчера гулял, я гулял постоянно, несмотря на то, что была простуда. Такие легенькие прогулочки, без всяких экстримов. Ну и вот, сегодня я практически, за исключением некоторой слабости, практически здоров. Ну, еще должно пару-тройка дней уйти на то, чтобы полностью восстановился мой энергетический потенциал. Потому что я еще, с добавок, перед тем, как заболеть, я потренировался. И что я заметил? Исчезла свежесть. То есть веса, которые я поднимал, довольно-таки легко. Дались мне гораздо тяжелее. Но, тем не менее, дались. Вот, сейчас еще прогулочка. Ну, и все. Кто-то у нас бегит. Кобелек бегит. К сожалению, я уже все булочки отдал. Интересно отметить действие голода. Особенно на первых днях. Это, как-то ты уменьшаешься в размерах только раз. И все очень уменьшилось. Как бы сжалось, поджалось. Вот такое вот действие. Киллометр прошел. То есть организм поджимается, уплотняется для того, чтобы пережить тяжелые времена. Само голодание. Хочу вас предостеречь. Вот, если заболели простудой. И идут такие активные проявления болезни, как температура, каши, сопли. И потом, вроде бы, все это исчезло. Не думайте, что вы выздоровели. То есть это просто кончилась активная фаза болезни. Основные симптомы исчезли. Но для того, чтобы восстановить жизненный потенциал организма, еще потребуется дня два-три, а то ибо больше. Чтобы это сделать. В зависимости от тяжести, которую вы принесли. Поэтому берегите себя. Остерегайтесь разного рода там ага, сразу перечасывал в какие-то там работы. В противном случае все это потихонечку забуксует в организме, заквасится. И начнет проявляться далее совершенно иные проблемы, которых вообще не было. Ну, а естественно, если использовали какие-то лекарства, а не естественный метод, то теперь надо избавляться от последствий действия лекарственных средств. Нравится мне вот эта вот картинка. Такой вид хороший. Поберегите. Пожалейте себя. в смысле меньше нагрузочка, больше отдых, никаких перееданий. И потихонечку восстановитесь, и будет нормально. в смысле необходимо было. В смысле?